Темнота Я снова поехал на встречу со своим подписчиком Александром Саня, привет! Сегодня у нас очередная экспедиция за пределы нашей губернии Путь предстоит тоже очень долгий В пути я уже целый час Хорошо, что я пробки все объехал Время всего-навсего 3 часа Выехал я из дома в 2 Так что объехал я все пробки, которые мне обещали Но все же Сейчас я доезжаю до Александра Прыгиваю на его автомобиль И мы едем опять в глушь Опять забытое место Обещает тоже очень довольно-таки интересно будет Потому что я планирую навестить деревню староверов У них свои обычаи были Плюс заедем на старенькое место У меня есть кое-какая там запланированная вещица То есть песочки там поковыряться Есть небольшая идейка Так что вы опять попали, как говорится, на мой канал Поиск складов Поиск 63 Рус С вами Александр Смотрите, будет сегодня тоже интересно Как и всех предыдущих выпусков Если вы не смотрели предыдущие выпуски Рекомендую зайти и посмотреть Там неплохие видеокадры Довольно-таки интересно Не скучно Так что заходи, подписывайся Буду рад всем Ну все, смотрим Включусь именно тогда, когда приедем на место дислокации Продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, всем снова привет Наконец-то мы приехали до места Но решили задержаться немножко вот здесь вот Я вам сейчас немножко покажу Почему? Потому что у нас за бортом минус 2 Почва у нас промерзла немного Роса стоит с инием Вот, и чтобы не мокнуть по высокой траве Куда мы собирались ехать в усадьбу старую Решили немножко подождать до обеда Чтобы солнце высушило всю эту мокрую влагу И здесь вот сейчас посмотрим Здесь песочек Ходить будет очень приятно Возможно здесь были дома Потому что есть какие-то похожие на домовые ямы Стоят восковольтные провода Вот, это явно здесь была дорога Вдоль них обычно были И какие-то похожие на домовые ямы И хотим для разведки испытать это место Вот, потому что здесь ямок нет И хотим попробовать Так что, результаты вы увидите Продолжение видео обязательно будет Так что смотрите, интересное что-то у нас сегодня будет Обязательно Сегодня, как вы уже поняли, копаем снова вдвоем С Саней Вот, так что Смотрим Итак, ребят, приехали мы На усадьбу Места здесь, конечно, красивые Зачетные Знатные Сань, как усадьба называлась? Говорит, не знает Ну, усадьба, говорят, большая была Вот, мы сейчас вот оттуда От машины пришли Именно хочу вам показать Вот такие вот Большие дымовые ямы Явно здесь барский дом был Там он, в тех вон кустах Аналогично Прям один в один Очень много камня Как я вам говорил Здесь все дома В этом населенном пункте Вот смотрите Вот из такого вот Гранита Я вам в прошлых видео показывал Представляете Вот такой вот Гранит Вон там он Тоже такая же яма дымовая Но, к сожалению Здесь очень много Кровельного железа Видно, действительно Барин был богатый Везде покрывал Все кровлей Вон там Озеро Тоже озеро Называется Барское, да, Сань? А, ты озеро Ой, родник Барский там есть, да? Ясно Ну, по месте, говорят Огромное было Богатое Сейчас Запустим прибор И посмотрим Насколько оно Богатое было Ямки К сожалению Здесь есть Я уж думал В такой глуши И ямок не будет Но нет Ямки И до суда Дошли Ну так, ладно Что будет Покажем Что нет Вы и не узнаете Продолжаем Итак, ребята Иду я вот Под таким вот сосенком Видно Здесь вот все Камень Куда лопату не воткни Кругом камень А вот здесь вот Сосенки Здесь, в принципе Мягко, чернозем Выпала какая-то Лабуда Вот такого вот Характера Сейчас мы вместе С вами посмотрим Что это такое Блин, это какая-то Пуговица О, пуговица Это с надписью Это интересно Так, а надпись у нас Смотрите, какая зачетная В Лускарев О, смотрите В конце Лускарев Буквка Ять Это царская Пуговица Царского времени СПБ Санкт-Петербург Офигеть Вот это, да Вот это находка Пуговка Царского времени Это, возможно Как раз Местный Хозяин Этой усадьбы И потерял, наверное Смотрите, какая Обычные крестьяне Не могли позволить Себе такие пуговки Зачетно Зачетно Кстати, кто знает Информацию по этой пуговке А именно Есть специалисты В. Лускарев Кто увидит Отпишитесь, пожалуйста Что за мастер Откуда Что Как Зачем Буду признателен Ну все Пройдемся мы дальше Вот так вот Раз здесь находка У нас Может еще что вылезет Смотрим Итак, здесь вот Очередная Домовая яма Тоже Такой же формы Как я вам До этого показывал Тоже Такого же размера Прямо один в один И Именно такой же Формы Тоже какой-то Бугор Внутри ямы Здесь такой же Камень И тоже смотрит Именно вот На озеро А тот Был Вот Немножко чуть вперед За этими сосенками То есть Стояли как Вот так вот Ровненько Аккуратненько Красиво Хух Красотища Вот это Да Вот это красота Говорят здесь Рыба очень Хорошая Ладно Как-нибудь Может и на рыбалку Заскочим Продолжаем Итак, ребята С находками Пока туговато Да не туговато Совсем их нету Выпал вот такой сигнал Ну вы Сами поняли Что это за шмурдяк Это у нас От керосинки Вот такая вот Штука Еще одна Вот от нее Часть Извинял Конечно Хорошо Радостно Но К сожалению Это не то Ладно Продолжаем Итак, ребята Спустился я вниз Сюда И здесь вот Оказался Вот такой Заброшенный Домик Я вот думаю Сейчас Поглядеть Что ли Вам наверное Думаю тоже Ух ты Все гнилое Ух Прикинь Полы еще на месте Офигеть Не тронута Пацаны Ничего Смотрите Что Нафигеть Бутылочки Ага Печку Разобрали Но полы Но полы целы Но полы целы В принципе полы здесь разбирать смысла нету Вот так Вот так вот раньше жили Две комнатки И вот такая вот Кухонька Подпорка стоит Может рухнуть Там Подпол Что у нас Здесь вот такие вот Готули Это у нас Прихваты Назывались Что у нас там Ничего интересного Бутылки От керосинки И все Больше ничего Ничего Бопытного нет Дом Пустой Абсолютно Печка А печку Не стали Разбирать Потому что Опасно Может Завалиться Дом Дом опасный Да В принципе Ничего Интересного Нет О Деревянное Хлебало Смотрите А это у нас Из печи Доставали Хлебушек И все остальное Ничего Ребята Здесь интересного Нет Здесь вот Красный Угол И здесь Ставили Акона Только Странно Почему Здесь Красный Угол Обычно В левом Углу Ну ладно Пойдем На выход Так Ребята Здесь еще Один Заброшенный Дом Я в него Заходить Не буду Потому что Имеется Замок Нет у меня Таких Правил Чтобы ходить В закрытые Дома И вот Смотрите Какие варвары У меня Слов нет Это делается Для того Чтобы Вытащить Закладную Монету Между первым И вторым Винцом Делали Закладки И вот Такие Твари Все Усугубляют И так На нас Весь мир Ополчился А здесь Еще Вот Такая Ерунда Ну Как Что Еще Можно Сказать Твари Да И Все Вот Висит Замочек Это У нас Тоже Замочек Мы Вскрывать Ничего Не будем Мы Не Вандалы Какие То У нас Просто Сталк Посмотреть Что Там И как Там Полы Тоже Целые Глянем Что На Заднем Дворе Ну Там Я думаю В принципе И смотреть Нечего Это У нас Походу Банька Была Так Здесь У нас Еще Один Второй Вход Ну Так Вот Воспользуемся Случаем Тоже Зайдем Посмотрим Здесь Еще Добротно Здесь Добротно Полы На Месте Печь На Месте Все На Месте О Даже Вот Яичко Ну Слушайте Что-то Там Внутри Болтается Все Дома Однотипные Практически Один в Один Похожие Одинаковые Вот Видите В прошлом Доме Тоже Такая Печь Была Может И Один И Тот Же Мастер Все Делал Здесь Побогаче Потому Что Здесь Еще Есть Пристройщик Доброт Че Золот Ларец Только В общем Ничего Интересного вот хозяева наверно сын с отцом ты что ты интересно то что здесь чердак есть смотреть бы что на чердаке как на него зависит наверное не как жалко ну ладно итак ребята у меня находка но находка у меня из разряда ни о чем вот старая ямка и здесь у меня был сигнал и выкопал вот такой вот вроде ерунду всегда присматривайтесь что вы капаете когда я его почистил перевернул и увидел на обратной стороне смотрите это у нас молитва молитва честному кресту и это оплавыша у нас от крестика лепесток вот такая вот незрачная вроде на первый взгляд ерунда но пригляделся это у нас оплавыш крестика лепесток ладно забираем с находками пока туго совсем туго сейчас будем менять место и так ребят иду я вот по дорожке и пас последней надежды что находка каем будет вон там он я поднял пуговку гирьку я не снимал на сейчас покажу вот она пуговка гирька к сожалению без ушка а сейчас в этой ямке я поднял еще одну пуговку гирьку но уже с ушком и другого образца вот такая вот еще пуговка зачетно пуговки пособирать монеты у меня сегодня пока совсем нету ладно продолжаем две пуговки буквально за считанные минуту и прошел всего пару метров ладно пройдемся еще по дорожке посмотрим может еще что выпадет так ребят переекусили мы переехали на новое место и сразу же первый сигнал который я копнул добротный у меня показывал на 87 чистый вот я знал что это сразу монета но все равно сомнения были и выпал вот такая зачетная царская двушка николаевского формата год тысяча восемьсот шестьдесят девятый вот такая вот двушечка ну ничего сохран конечно такой средненький но пойдет первый царь сегодня надеюсь и дальше дальше так у нас попрет продолжаем между прочим здесь вот думал сейчас в лесок буду первопроходцем ну да первым сразу зашел и увидел кучу ямок то есть лесок здесь выбит ну я здесь вот из-под корней выковырил царя там он занял что-то тоже что-то ну а так ладно смотрим получил позже итак ребят у сани находка находка такого вот характера здесь вот старые ямки и у него старой ямки был сигнал и вытащил он вот такой вот зачетный антиквариат образок в принципе так неплохом таком сохране но жалко без ушка ну все дело у нас пошло на лад чё там чё чё тогда нет итак ребята находка из разряда шмурдяк вот такая вот звенела цветные это походу у нас латунь от чего это я не знаю цветочки узоры какая-то непонятная накладка кто знает от чего такая вещица прошу отписаться я не знаю даже не могу предположить от чего это так что большая просьба отписаться кто знает что это такое и от чего ладно продолжаем гулять дышать смотрим и переключаемся итак ребята у меня находка вытащил я его практически из муравейника такая вот зачетная копеечка идеально идеального сохрана просто идеального 1936 года просто супер монетка вообще шикарная ладно в час по чайной ложке но все же эта ложка есть продолжаем итак ребят приехали мы саньком в конец деревни и узрели вот такой вот сооружение я знаю что это такое а вы знаете это у нас древний греческий колодец называется он по моему журавль или айс что-то в этом роде смысл здесь работы этого колодца элементарно это у нас рычаг это опускается так вот древние смотрите брали и вот таким способом там он видите камень это груз и под грузом его так опускали набиралось груз опускался и ведро с водой подымалась то есть элементарная конструкция рычажная это в старину пользовались так вот приехали мы сюда знает бугорок сани говорит здесь советов в свое время дергал не знаю как получится сейчас но сегодня с находками у нас очень и очень плохо ладно находки будет увидите узнаете и мы покажем итак ребят у меня находка но находка советская советская монета 2 копейки я уже ее видел решил вам заснять систем что с монетами сегодня совсем туго приходится показывать вам вот такие вот монеты две копейки 1961 года и все больше я про нее вам ничего сказать не могу продолжаем ходить ходим мы сейчас в данный момент вот вот по такому лесу внизу там один советский мусор проволока очень много пробок а это видно видно монета потеряна грибниками 60 но все идем дальше и так ребята зашурфились мы немножко потому что все в округе выбито либо здесь ничего нет и решили выбрать дымовую яму выбрали вот она немного покопали находки к сожалению не радовали из-за этого я вам их и не показывал но в конце когда все закончили суп мы немного присыпали вот так как он лучше находится кругом леса смысл его закапывать полностью нет на данном месте и решили присыпать просто немного и все по находкам у меня получилось вот так вот это у нас задняя часть от карманах часов два колечка обручальных медных вот такой крестик я предполагаю либо серебряный либо возможно оловянный потому что нарост на нем как на оловянных крестах но время покажет серебро это или нет вот такая пуговка обычная солдатская чего особенного по монетам монетам также ничего интересного все советские монеты абсолютно все вот единственное что могу вот этот показать монету это самая старая монет который здесь мне оказался это 3 копейки 1953 года и все остальные монеты двадцатка пятнашка двушки копеечки все от 61 и 70 годом заканчивая в общем ничего интересного вот такое количество у меня находок у саньки к сожалению нет ничего не фартит нам сегодня ну ладно следующий раз сейчас я думаю будем отправляться домой посмотрим как но очень и очень сегодня устали сегодня 13 суббота не пятница а суббота ну вот так вот получилось у нас сегодня общий обзор находок я наверное в конце видео копы сделаю вот а ну да сейчас приду к машине и вам покажу обзор итак ребята сейчас находки прощания и домой так что смотри находки которые я поднял за сегодняшний день ездили в принципе мы далеко но она того не стоило я так считаю потому что такие находки которые сделали мы сегодня с александром можно поднимать куда ближе ну а сейчас находки по находкам шмурдика принципе накопал сегодня много вот такая вот лабуда непонятная я вас прошу объяснить что это такое вот такое количество шмурдика этот крестик оплавленный имеется надпись я разобрал только из-за этого надписи что это оплавыш крестика крестика лепестка так это было было показывал показывал вот такая вот птичка интересная с письмом в клюве крестика два колечка по монетам все понятно показывал и единственные стоящие находки это вот 3 копейки 54 53 года одна копейка тридцать шестого года зачетные вообще по царям у меня двушка пуговка 1869 года в принципе такая более-менее и вот такая пуговка в как там я вам говорил просил тоже объяснить устраива устраив спб ну и все вот такое количество я поднял сегодня находок кстати 4 пуговки гирьки у такие вот две из них вообще зачетные с ушком и 2 к сожалению без ушков 2 аналогичные другим ну и все вот так вот сегодня получилось итак ребят на этом я и закончу свой видеокоп в принципе покопали мы думаю так себе ничего особенного ну надышались чистым свежим воздухом насмотрелись на красоту действительно очень красиво воздух очень чистый природа практически как говорится не тронута на этом закончу всем пока удачи подписывайся на канал комментируйте видео все удачи